всем здравствуйте я лилия вы на канале любимые крестики и сегодня я вам хочу показать свой процесс который я не планировала показывать сейчас объясню почему не хотела показывать это dimensions ornate rooster изысканный петух схемочку вы видите вот то что за закрашена фломастером это у меня уже отшита вышиваю я по перенабору схемы в потом мейкере и в принципе что у меня получается сейчас я вам покажу вот такой петух меня на данный момент получается как видите через камеру наверно более менее похоже на оригинал но это вышивка подбора это вышивка подбор практически на глаз в своей на своей стене вконтакте я в принципе выложила да мне там альбом чеки есть фотоальбом с таким призывом еще остаточки ниточек от оригинальных наборов фирмы dimensions в принципе никто не откликнулся но ничего страшного нас это не останавливает если я хочу что-то вышивать в принципе я нахожу какие-то способы чтобы это вышить и сейчас я вам подробненько про этот процесс расскажу первое чего бы я хотела начать свой рассказ об этом об этой вышивке это как я подбирала ниточки у у меня был в электронном виде скан схемы и фото ниточек оригинала и был паттон мейкер схема в паттон мейкер которая была в подборе dmc и вот такая фотография была оригинальных ниточек выписала я значит перевод ниточек из dimensions dmc переводила я все это дело гамму из dmc в гамму все так это было еще раз хочу сказать что это был очень желанный для меня процесс очень желанная вышивка и так как dmc ниточки в принципе выходит дороговато даже с учетом того если их заказывает например у ивана цыпина или в шелковой нити все равно подникам выходит достаточно для меня на данный период времени дороговато и я для себя приняла решение что хочу вышить и подобрать ниточки в гамме таким образом каким пользуюсь вот раз разного рода таблицами разного рода сайтами я пыталась найти какие-то переводы ниточек чтобы как-то приблизиться к вышивке так правда к началу вышивки и закупила ниточки когда вот перевела в принципе вот если посмотреть да то есть у меня пользуюсь разными таблицами можно увидеть что получается абсолютно разные нитки предлагают разные таблицы вот например ниточки 14 303 которые идут dimensions в одной таблице предлагается 32 38 а если через dmc переводить то предлагается номер 76 то есть вот таким вот образом получается что какие-то мы понимаем что цвет в цвет в любом случае как не можем попасть да потому что гаммы у разных производителей отличаются ниточек в общем то попыхтела я вот пыхтев немножечко у меня получилась вот такая вот табличка вот гамма которую я в принципе нитки гамма которые я так для себя более менее определила что буду покупать и закупила все номера ниток которые здесь идут вот именно по этому ключу который у меня получился кое-что перемоталась у меня на бобиночке то есть это вот от этого процесса нет кину здесь не все нитки гамма вот ниточки которые меня остались не востребованы из того что я подбирала принципе так много но осталось то есть вот ниточки остались меня не востребованными в этом процессе ничего страшного когда-нибудь пригодятся нитки гамма достаточно хорошего качества мне они нравятся ими вышивать достаточно большое удовольствие получаешь поэтому я их пока отложила когда-нибудь они мне пригодятся и вам возможно я показывала уже у меня есть коробка с мулине такая немаленькая где много-много мулине а это гамма это анкор ниточки уже когда я поняла стала вот купленные ниточки когда я стала перематывать на бобинки и стала сравнивать фотографию с этой вот фотографии распечатанной я поняла что не попадаю я в цвета особенно у меня проблема была с голубыми цветами то есть тут вообще там было очень тяжело из того что я купила да то есть вот вот этот цвет и вот этот цвет они практически идентичные вот вот этот голубой цвет и вот этот голубой цвет тоже когда я купил я поняла что они практически похожие очень трудно было их различать и еще была проблема с оранжевыми вот с оранжевыми ниточками да то есть вот золотой но это больше на коричневых похоже светло-коричневый вот такой вот оранжевый такой вот темно-желтый в общем-то помучилась и немножечко и решила я добавить в нитки гамма ниточки анкор и в общем то что я делала то есть вот у меня здесь можете посмотреть в этой коробке тут я уже просто сюда отложила те нитки которыми я принципе уже вышивать в этом процессе не буду то есть вот ниточки у меня отложились часть часть ниток здесь вот это анкор у меня нитки и они скажем какие-то каким я воспользовалась какие-то я перемотала начала вышивать поняла что они по цветовой гамме не подходят я их откладывала то есть вот так методом проб и ошибок я собрала необходимую гамму ниток вот видите я здесь подписала какие нитки у меня вошли то есть где буковка а это у нас получается ниточки анкор где буковка г это ниточки гамма и вот таким образом я их раскидала и уже pattern maker то есть то что я распечатал с под мейкера ключ я вписала эти ниточки сюда и так вот подключу начала вышивать но результат вы видите принципе он не нравится кстати вот сейчас я сниму спялиться вам покажу издалека смотрится кстати очень хорошо мне нравится то есть как бы это без б как хорошо смотрится я думаю что когда будет бэк она будет смотреться еще лучше то есть детали будут более прорисованными но сразу хочу сказать что вот это вот например часть на она должна была вышиваться вот то есть вот эта часть теми же нитками должна была вышиваться но увидеть вот я вышивала здесь немножечко получилось потемнее мне результат не понравился я распарывать не стала я просто другие части уже другими нитками вышивала и вот с голубыми цветами можете посмотреть как это вот достаточно было честно скажу был очень так достаточно трудно все это подбирать то есть вышиваешь смотришь не подходит распарываешь и начинаешь по новой другим цветом и вот таким образом у меня получился такой петух принципе петух у меня уже готов он у меня вышед осталось бэкстич по нему проложить сейчас я вышиваю вот эту часть полянки и потом будет орнамент который идет то есть по схеме здесь еще будет орнамент сверху снизу такой меня петух получается мне он в принципе нравится и не хотелось мне показывать эту работу чтобы не быть закиданы помидорами и тапками потому что я понимаю что оригинальный набор есть оригинальный набор это что мы пытаемся там какими-то своими силами повторить дизайн и фирмы dimensions у кого-то вызывают недоумение у кого-то вызывают улыбку просто поиска крути да вот браки но в общем свою мечту я осуществляю как могу как умею стараюсь я над этим работаю и канва здесь вот канве у меня в принципе разных цветов достаточно много но вот такого цвета кофе с молоком у меня было канва это хлопок с вискозой по моему от гаммы и она такая немножко рыхленькая и просвечивает она но я думаю что при оформлении если сделать подложку то будет неплохо я надеюсь по крайней мере поэтому сейчас процессе у меня вот я говорю еще осталось вот эта часть поляночки вышится и остается backstitch и значит орнамент по поводу орнамента кстати у меня всем покажу по поводу орнамента можете посмотреть здесь есть цвет цвет черный просто black да а есть цвет чаркол то есть угольный и они должны отличаться как то как я в принципе не знаю и поэтому у меня были куплены ниточки вот черный цвет и вот такой темно-серый сначала я планировала вышивать вот таким темно-сером но потом решила что попробую наверное вышить их вот в бленде поэтому в ближайшее время орнамент я попробую два кусочка орнамента вышить один чисто с темно-сером один в бленде с черным посмотрим что из этого получится принципе различия видны да и достаточно сильнее поэтому я думаю что это действительно смотрите уж как будет вышивки все это выглядеть поэтому думаю что процесс мне еще предстоит не маленький хотя сам петух уже достаточно такой величественный всем до новых встреч пока пока